А ребенок где? Ну, ребенок так же, от сырости. Господи, слава Тебе. За все Твои милости, Господи, благодарю Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови путешествующих, приезжающих и отезжающих, и защити наш лагерь от недобрых людей. Пробуди их совесть, устраши. Тебя слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Галина Александровна, подойди сюда, задай вопрос, чтобы я слышал. Какой вопрос? За столом. Давай. Я стал рассказывать. Вчера у нас один мальчик сильно разрыдался, плакал. Кто это был? Подними руку. Так, иди-ка сюда. Ты кого-то боишься здесь? Нет. Скажи, что ты плакал? Ну, не бойся, я накажу его сразу. Кто тебя обидел? Никто. Никто. Ну, ты прямо плакал. Почему плакал? Шею больно было. Не погруче. Шею больно было. Шею было больно. Шею было больно. А чего? Шнурок у него тут был завязан. Он вот этот был шлищок, затянул и завязал на узлы. Его было больно. Вот этот вот, да, Саша? Вот этот, вот этот. У нас пояс, пояс есть. На поясе должно быть четыре узелка. Ну, я дал сильная там веревочка такая. Ну, просто настоящая. Я говорю, затягивай, как тебе надо. Он затянул, у него маленько так это было-то. Но, есть любил за троих. Наелся, значит, поясок натянулся у него. Теперь пошел купаться. Он намок и стал его стягивать. И он орет, сидит в воде. Я говорю, что орешь-то? Он давит меня. А развязать намок я не могу развязать на нем. Мне разрезать ничего нельзя. Затянул тебе кто башлык этот? Сам. А что, говорят, еще не на то место кто-то в кино сел на твое место? Или что? Понимаешь, нет? Тебя Саша звать? Уговаривать не надо. Я вчера сказал, которого уговаривают, что-то начали, воды дайте ему. Я говорю, хоть в бочке утопи. Это не поможет. Никогда не плачь. Тем более, рядом девочки такие, красавицы. Не надо это. Честь мужчине это не делает. И тоже бросилось утешать. Я сразу вспомнил. Нергея или как-то Нергея называют. Она на севере живет, женщина. Ее представили на соискании Нобелевской премии. А туда представляет не один человек. Она книгу написала. В этом народе книга это вообще. Ну там ненецкий какой-то. Там прям какому-то редкому народу. Там калоши называется. И она с детства знала, как будто, куда призовет Господь ее. И она православный храм строит. Она православная. Как-то Анна или как ее звать? Неркоги уже. А? Неркоги. Неркоги. Вот. Ну вот это мне Ильин Сергей сунул ее. Я посмотрел и себе, и другим стал советовать. И вот она говорит, я была в семье у матери. Там какой ребенок, пятый, шестой, нелюбимая. А вот Галина Александровна говорит, а хорошо ли, что нелюбимая? Я говорю, давайте посмотрим. Она была нелюбимая. И что получалось? Ну мать ей самую грязную работу. Мать. Но она-то не знала, что дальше будет. Эти любимые дочери-то кем стали? Вспомните вот это ЖНР. Как она долбила ее. Сын запился, умер. Так по порядку-то. А она кем? Видите, как получилось-то? А эти никем стали. И вот она говорит, я иногда идем, а там у них сопки. Я падала. Ну ребенок маленький, вот такой. Она никогда не останавливалась. Пала-пала. Я, говорит, лежу, упала, в камень ударилась. Соскочу и стараюсь за ней бежать. Это помогло мне так, говорит, передо мной сейчас трудностей никаких нет. Я понимаю, что она пережила все эти трудности и так закаленным человеком стала. Но я считаю, это преступление со стороны родителей. Не любит какой-то чад. Я ей говорю так. Они все хорошие, все одинаковые. Закрывай. Может быть, кто-то из них более послушный, кто-то менее. Но их дал всех, их дал Бог. Как ее не любить? Как его не любить? Как про это говорит? Там не говорится, что нелюбимая такая была. А именно не так, как других детей. Она подчеркивает. Они ее кормили, поили. Она ей давала другую работу. Можно и скотину кормить и поить. Ну ладно. Я еще дальше продолжу. Как мы рассмотрим фразу? Будьте святы, как я, Свят. Мы можем подражать Богу? Тихо. Ты уже знаешь куда. Нужно подражать. И Савва Якова возлюбил, и Савва возненавил. Когда они родились, и ни одного дня не было. Справедливо это? Все. Ты сама думаешь, что говоришь. Что дальше будет? Бога начинаем обвинять. Ну не родились. Может быть, тот горбатый будет, которого ты любишь. Может, он будет хамить, обманывать тебя. Так и получилось. Он отца обманывать начал. Яков-то это означает подающую подножку. Обманщик. Я не обвиняю Бога. Да, Бога не обвиняю. Любить ему больше кого или... Подражайте. Бывает иногда так. Нельзя сказать, что одинаково. Одинаково не бывает. Одинаково, значит, может быть, ничего и нет. Не может быть одинаково. Спрашивают, зачем Авраам лучше других? Из всего мира Бог выделил Авраама. А от него уже Иаков возлюбил. И Бог хранит этот народ. Называет Бога избранный. Русский народ не получил такое прозвище себе. Бога избранный. Но мы должны приглядеться. Бывает в семье что-то не так как-то. А ты кем был? Я был любимым. И никто больше скорби не принес родителям, как я. А почему? Я к Богу пошел. Меня стали гнобить. И мать неграмотная прилетела в Хабаровский госпиталь. Одна. Считать не может. Дальше. Когда я стал обращаться, нашел Христа. Латвия, Венск, от океана до океана. Она опять туда прилетела. Вот что Бог делает. Эта любовь позволила ей теперь принять Христа, уверовать, умереть христианкой. Ну, маленько давайте дальше за этим смотреть. Вот у медведицы два медвежонка. Одного звать Миша, как Мишка-медведь. А другой Спири, Спиридон. И вот мать любила, конечно, Мишу. Вот что-нибудь делать. Спири, ты бы пошел, меду достал. Мам, да пчелы жалятся. Ну, Мишку-то пошли. Что ты, сынок? Он такой немощный. Да он какой толстый стоит. Смотри на него. Ну, она, мать, пошла. Миша, иди, Спири, я покажу тебе. Подлезла, мать. Пчелы разорило. Сейчас они успокоятся. Ты лапой раз, хватай и убегай. Он попробовал, правда, лапу облезал. Мед, сладко так. Ладно. Другой раз рыбу ловить. Опять мать посылает вас, Спири. Мам, ну, Мишка целыми днями лежит. Даже ни одной книжки не прочитал. Что ты, сынок? Нельзя его трогать. Он болеет. Вот выросли. Женились. И вот Аспири, вот, переделает все дела. И опять ходит по берлоге. А что бы еще такое сделать? А что бы сделать? Он, не знаю, то пруды начинает делать, то дорогу, то дом строит. Вот. А этот лежит, что бы еще повис сегодня на ночь, Пульхерия Ивановна. Ну, помнишь этих? Какие, сарасельские священники у Гоголя-то? Что бы такое среди ночи поить надо? И вот дальше, получается, женились. Испири говорит, ну, как ты думаешь, Настенька? Гостей-то надо призвать. Уже целую неделю не звали. Правильно. А грибов-то ты насушил, Ген, говорит, да там, на болоте. А белка могла утащить. Иди скорее. Все наготовила. Гости. У него все его любят. А этот такую же жену взял. Рохля. Немытые ноги. Простыни нестиранные. Все везде разбросанное. Ну, своя Прося там живет. Это, к примеру, я говорю. И что дальше? Он начинает к ней. Прося. А к кому мы в гости пойдем сегодня? Опять Прося. А нам что-нибудь дадут там или нет? Вот и все. Любимые и нелюбимые. Любимые и неженые. Я вот этот смысл беру. Я не беру такой смысл. Изнеживать детей вообще нельзя, я считаю. Понимаю. Нехорошо. Мама будет вот эту любить, а вот эту не будет. Вот именно. Да. Я вот за это... А в чем она выражается? Против этого разделения. Одинаково их любить. Одинаково скромно одевать. Посмотрели апостол фильм? И Павел Петр. У одного грамота была, другого другого так отписывал. И что он дальше-то был-то? Где он был? А этот-то бродяга-бандит его-то расстреляла бы советская власть еще. Вот мы этот фильм как раз увидели. Любимый-нелюбимый. Бывая учительница преподавала. Поняли? Жалость расслабляет человека. Вот мне очень нравятся слова и стихи. Судьба человека. Шолохова Михаила Александровича там, когда он вернулся, Андрей Соколов-то, и сироту находит Ваня. А Ваня там... Ну вот такой вот, не больше. Не надо так, урод-то. Зачем? Не надо. Обоим трудно. Тот сирота, этот сирота. Ваня, мы сильные, мы переможем. Мы сильные, и мы переможем. Вот у нас все-таки заметно было 10 в семье ребятишек. Пять сыновей, пять дочерей. Это поллагеря нашего. И как? Ну а можно было сказать, кто любимый, нелюбимый. Мы этого не знали. У нас не было такой мамочки. Этого не было. Даже мамы не говорили мамка, тядька. То есть у нас уменьшительного не было. А как бы в такой, в обыденной, в такой рубленой форме. Мамка, тядька. И мы знали, что родители это главное. Они о нас заботятся. И как-то все доверие такое было родителям. Вот отец придет в собрание, начнет что-то рассказывать. Я где-то в третьем классе. Я думал, почему отца мы его не избрали председателем колхоза. А когда стал старше, я всегда думал, а почему отец у меня не первый секретарь райкома. Он такие, давал советы. У него работал мост, но он неграмотный. И он говорил, не так им надо было сделать, а надо вот так. Пошли заправляться машину. А воевать собрались. Из-за угла шарахнут пыльным мешком. Все обкакаются. Да по-своему еще скажут. Собрались, воевали. И все это так было грубо, весомо и понятно. Вот такое дело. Поэтому я выделил из-за чего. Алеша сказал, я любит читать это. Я ему подарил книги. А могли бы еще кому-то. Да, во-первых, книг не наберешься. А во-вторых, новокрещеный. Но и во-вторых, полюбился. А его взять других-то, ну смотри, с ними-то он, ну, не такой импозантный-то выглядит-то. Все, как петушок у куропатки. С красным гребешком. А мне он близок. Вот. Понятно? Поэтому никогда ищите, чтобы тебя жалели. Господь говорит, кого жалеть, пожалею. Кого наказать, накажет. Он жалельщик. Жалеть надо правильно. Как? Мы увидели, вам очень трудно. Даже нечем детей кормить. Мы пожалели вас. Поэтому решили к вам больше не приезжать. Было такое время, гонение, и с нас все сняли. Это пожалели. Пожалели, то есть прекратили гонение. А не то, что ты, ладно, не плащ. Никогда не показывай слезы. Ни из-за чего. Плащ от греха своих. Вот такое сегодня у нас положение. Я ухожу. Володя остается с вами. Я пошел в опечку. Ваню, когда топить? А сейчас топить? Сейчас пошел топить. Все. Знаешь как? Слово топить. Топить это можно в воде утопить. У нас был один такой полублохонемой. Он маленько слышал. И мальчишка у него. Ходенький такой, ну вреднющий, ужасно. И он купать. Пошел, а сам отец здоровый такой, крепкий. Я говорю, надо его закалять. Он стоит в воде. Я его все равно закалю. А закалю-то еще имеет смысл какой-то другой. И он его в воду. А пацаненок орет. И над гладью нашего озера такой стоит. Ну, писк один. Он его под воду. Полная тишина. Из-под воды только верхняя губа показалась. И опять рев на все это. Я его закалю все равно. Обнял вместе с собой. Вот так. Вот. Счастливый день я нашелся. Стоя смотришь-то? У тебя написано, вон. А-а-а. Счастливый. Ну, все. Спаси Христос. Спаси Христос. Повару накрывающим. Я кассия с косом. Тихо, тихо. Я кассия с косом. Тихо, тихо. Стоять. Девочки, наведите келья в порядок. И мальчики тоже. Мальчики в кельях тоже в порядок наводим. Дядя Володя проверит. Проверит дядя Володя. Проверит дядя Володя. Да, да, да. Пуся, пуза, пуза. Ф-ф-ф-ф. Почек. Ф-ф. Ф-ф.